Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжая разговор о том, что есть сущность объединения БРИКС, безусловно, надо сказать самый важный тезис. БРИКС создается в первую очередь, чтобы совместно противостоять санкциям Запада, наложенным Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, другими странами, коллективно объединенного так называемого Запада. Больше всего, безусловно, от санкций пострадали Россия, Иран, Китай, потому что они наложены абсолютно в разных сферах. Сейчас я подробно покажу, собственно говоря, где и как, что тут происходит. Соответственно, вот это объединение, которое в последние годы стало важным игроком на международной арене, и одной из ключевых, естественно, причин формирования и расширения является стремление стран-участниц противостоять санкциям. Причина объединения БРИКС против санкций – экономическая зависимость. Многие страны БРИКС, особенно Россия и Иран, столкнулись с жесткими экономическими санкциями, которые ограничивают их возможности для торговли, инвестиций, доступа к международным финансовым рынкам. Ну, тут, наверное, доказательств никаких не надо. Можно смотреть перечень санкций, можно, собственно говоря, что-то помониторить и понять, что у нас с импортом технологий, что у нас с запретом экспорта и так далее, и так далее, с импортом оборудования, с доступом к финансовым ресурсам и так далее. Соответственно, эти санкции часто направлены на ключевые сектора, такие как энергетика, банковское дело, оборона. То есть нам перестали поставлять, допустим, те же самые турбины, энергетические разные технологии. Нам перестали поставлять электронику, нам перестали поставлять, да вообще, оборудование технологическое. Вот, политическая солидарность. Страны БРИКС имеют общие интересы, противостояние однополярному миру, да, который доминируется Западом. Объединение позволяет, естественно, координировать свои действия, вырабатывать совместные стратегии для защиты своих экономических и политических интересов, да. Опять же, политическое объединение очень часто, на самом деле, влияет на экономику, да. То есть если, например, страны, объединившиеся в БРИКС, могут же не присоединяться к санкциям, просто им нужно другое, что называется, сильное плечо, им нужна международная организация, которая в случае их откровенного противостояния, противостояния Западу из-за неприседения к санкциям, да, то есть позволит считать себя членом какого-то другого очень мощного объединения, да, объединенный юг, например, да, объединенный юго-восток. Вот, альтернативные торговые пути, то есть если, например, санкции касаются логистических запретов или там механизмов торговли финансов, да, там банковских, например, да, там использование национальных валют запрещают, запрещали, да, вот логистика, перекрывание каких-либо транспортно-логистических коридоров, да, то вот эти вот БРИКС сейчас разрабатывает, как раз продолжает разрабатывать себе и создает альтернативные механизмы торговли финансов, да, то есть, например, использование национальных валют в расчетах, да, соответственно, это снижение зависимости от доллара США, ну, там на отдельную тему есть разговор, да, то есть проведение единой валюты и финансового механизма и способа расчета, да, вот. Уйти от зависимости от западных финансовых систем, да, значит, как я уже сказал, ну, это всем известно на самом деле, да, то есть Россия наиболее пострадавшая страна от санкций и с 2014 года, и в связи с конфликтом на Украине, это энергетика, финансы, экспорт технологий, импорт всевозможный, да, и вся внешняя торговля. Иран уже много лет сталкивается со многими санкциями, касающиеся нефтянки, финансовых операций, да, Китай, хотя не так жестко на самом деле его присутствуют санкциями, как Россия и Иран, да, но он сталкивается с торговыми ограничениями тарифами страны США, я уже не говоря там про технологическое противостояние с Тайванем и так далее, и так далее, вот, соответственно, как, собственно говоря, объединение BRICS может помочь странам избавиться от санкций, да, создание альтернативных рынков, новые торговые пути, новые рынки для стран-участниц, да, то есть чтобы снизить зависимость от западных стран санкций, логетических коридоров и так далее, и так далее, упросить доступ к рынкам друг друга. Альтернативные финансовые институты, новый банк развития, упомянутый уже, да, поможет странам BRICS обходить санкции и обеспечивать финансирование для проектов без участия западных банков, которые присоединяются к санктам и отслеживают все это дело, да. Сотрудничество в области технологий, обмен технологиями, опытом, развитие своих экономик, независимо от санкций, да, например, сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, тот же самый Атом, например, да, там Китай может помочь с электроникой, с технологической, Индии, Китай тоже с IT, например, да, вот, политическая поддержка. Страны BRICS могут оказывать друг другу политическую поддержку на международной арене помочь, собственно говоря, ну, вот, не присоединяться к санкциям или помочь преодолеть санкционный гнет и игнорировать их, да. Какие основные направления санкций были со стороны коллективного Запада? Энергетика – это ограничение на экспорт нефти и газа, финансовые услуги, отключение от SWIFT, запрета к доступу к международным финансовым рынкам и системам, да. Оборонка – ограничение на экспорт оружия и технологии двойного назначения. Торговля, ограничение на экспорт, на импорт и экспорт определенных товаров и так далее. То есть, вот, страны-участницы BRICS смогут справляться с вызовами, связанными с санкциями, да, и создавать более устойчивую экономическую, политическую среду. Вот такая, собственно говоря, наверное, основная цель объединения, да, вот этого самого BRICS. Для решения вот такой вот задачи. Все остальное, собственно говоря, оно отсюда вытекает, да, то есть все вот эти самые инструменты и многополярный мир, то есть вот такой вот экономико-политическое объединение торговое, да, более сложная такая структура, вот она как раз, если понять основную цель создания, да, то остальное все становится понятно, что это не военный союз, да, это некий такой симбиоз торговый-экономический политический союз, да, антисанкционный. Вот такая вот примерно, такую раскладку делает чат GPT, если правильно ему задать соответствующие вопросы. оalaise здесь, да? То есть, до сих пор я настаёт здесь вот возьму, да, В общем, я не расскажу. В общем, это неalonка-пристinte centimetки, только что и они Fauчи нашей р icy. И, в общем, я тупого не узнаешь, да, У нас просто это интересно. Да, ты, я не Spit visual, да,